Сегодня депутаты Госсовета Чуваши утвердили прожиточный минимум пенсионеров, внесли изменения в ряд действующих законов и приняли обращение в Госдуму России. Но 24-я сессия пятого созыва запомнится ее участникам и зрителям не повесткой дня, а неожиданностями и скандалом. Впрочем, обо всем по порядку. В Чувашии, как и в других субъектах Российской Федерации, растет задолженность сельхозтоваропроизводителей по кредитам. Из-за нерегулярного поступления субсидий на уплату процентов из бюджета всех уровней, аграрии вынуждены платить по займам в стопроцентном объеме, постоянно отвлекая собственные средства. Учитывая сезонность производства, природно-климатические условия, зависимость от колебаний цен – это весьма затруднительно. Депутаты Госсовета Чувашии вновь решили обратиться в Госдуму России. Года полтора тому назад комитет нашей по агропомышленной политике, значит, экологии и по экономическим вопросам выходил с такой инициативой в адрес Государственной Думы. И тогда нас поддержали большинство субъектов Российской Федерации. Вопрос касался того, чтобы сельхозтоваропроизводители уплачивали проценты по инвестиционным кредитам, только разницу за минусом субсидий, которые поступают с федерального и с местного бюджета. То есть, например, если коммерческий кредит составляет порядка, условно так возьмем, 14%, значит, минусом субсидии, значит, остается, условно, только разница, ну, не знаю, там, 2-3, может, 4%. Вот товар, значит, сельхозтоваропроизводитель уплачивает только вот эту разницу. Это, естественно, ему будет намного легче обвести финансово-хозяйственную деятельность, да. А в данном случае получается сейчас какая система? Значит, уплачивается процентная ставка в полном объеме, и потом, значит, сельхозтоваропроизводитель ждет вот это возмещение. Она это проходит, значит, не только месяц, чуть ли там, это что, почти что, года там, да. А это, значит, отличение финансовых ресурсов, это отличение, значит, денег, которые необходимы, нужны, непосредственно именно в нужное время, скажем так, сельхозтоваропроизводителя. Когда мы тогда выходили с такой инициативой, значит, не сельхозроссия нас не поддержала. Они сосвалились тогда, значит, на, как, значит, бюджетные правила, что бюджетные правила не позволяют в данном случае работать по такой схеме, которую мы предложили. Но прошло какое-то время, теперь Государственная, значит, дума, значит, выходит такой инициативой, и этот проект, значит, будет, говорят нам, поддержан. Правда, голосовали за обращение только депутаты фракции «Единой России». Остальные покинули зал заседаний задолго до этого вопроса. Причиной несовпадения политических взглядов стало предложение депутата от «Справедливой России» Игоря Малякова ввести открытое поименное голосование в постоянную парламентскую практику. «Единороссы» не согласились с предложением, мотивируя тем, что лучше всего депутатскую позицию иллюстрируют конкретные дела, а не результаты голосования по каждому вопросу. Мы сегодня вышли с инициативой о загрузке техплощадей «Химпрома» 4-го казенного завода, о котором часто оппоненты на заседаниях из различных трибун, значит, заявляют, что «Химпром» сегодня остается экологически неблагонадежным. Я, как химик по образованию, сегодня со всей ответственностью могу сказать, что мы делаем все для того, чтобы, во-первых, не допускать каких-то экологических ситуаций. Сегодня делаем и, наверное, настроены на позитивную работу с акционерным обществом «Химпром», чтобы все площади сегодня были задействованы, чтобы данное градообразующее предприятие города Новочебоксарска работало, а на нем сегодня 4 тысячи жителей города Новочебоксарска в различных цехах работают, исполняют задачи, функциональные обязанности. Вот это те реальные дела, реальные результаты, за которые мы сегодня боремся, которые мы сегодня продвигаем, которые мы успешно притворяем в жизни. А говорить о том, что голосовать тайно или не тайно, я считаю, что это, наверное, в определенной степени уловка наших политических оппонентов в плане для того, чтобы по каким-то интригующим вопросам уже распечатывать средства массовой информации на то, как тот или иной депутат голосовал на очередном заседании Государственного Совета Чувашской Республики. Я считаю, это не сама цель. Задача есть глобальная – исполнять задачи, которые перед нами ставят чувашский народ. Кстати, это дебют Сергея Михеева в качестве парламентского лидера единороссов. Прежний руководитель фракции Анатолий Князев сегодня сложил с себя полномочия, оставшись при этом председателем комитета и вице-спикером. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.